Коллеги, еще раз здравствуйте, спасибо за ваше внимание, интересная тема. Я сегодня хотел, всю первую часть мы говорили о государственной поддержке, я, конечно, хотел поговорить о привлечении инвесторов. Мы, собственно, к этой теме постепенно подошли. Вот Сергей Валерьевич нас тоже к этому подводил. Ну и сегодня я приготовил небольшую презентацию на тему того, где я вижу пути роста, источники роста для индустриальных парков. Прежде чем я к этому подойду, я хотел бы еще раз коротко поделиться с вами итогами нового обзора. Как нового? Год уже, правда, 20-й, скоро будет заканчиваться. У нас в этом году из-за пандемии циклы, в том числе аналитические циклы, чуть съехали. Мы всегда раньше, в начале лета, презентовали новые исследования. Мы его в этом году тоже летом выпустили, но, к сожалению, вот книжка вышла вчера, на общем собрании мы раздали. В принципе, цифры с лета есть. Это законченный 19-й год, и я просто еще раз хотел их обозначить. Мы, когда проводили это исследование, итогом 19-го года, получили данные по более чем 1000 площадкам. Это тоже очень важный момент. Нас часто спрашивают про методику исследования. И, в принципе, в наш кругозор попадает 1280, если быть точно, промышленных площадок, которые либо претендуют называться индустриальным парком, либо кто-то их когда-то называл индустриальным парком. Мы все это смотрим. Из них только 400 с лишним более-менее были в состоянии заполнить анкеты. И такие анкеты нам были предоставлены. Поэтому та цифра, которая получилась, 269 индустриальных парков в стране, итогом полного 19-го года, это, собственно, выбор из этого большого списка. И мы проанализировали 415 анкет на соответствие национальному стандарту. И пришли к выводу, что порядка 270 площадок у нас есть. Естественно, что вот сейчас мы находимся во втором плане 2020 года. Это число еще выросло. И я могу сказать, оно будет расти и дальше. Мы пока не теряем темпы роста. Вот вы видите динамику. Она продолжается с 2013 года. Мы скрупулезно следим за тем, что происходит в индустриальных парках каждый год. Изучаем всю статистику и в динамике тоже. И видим, что вот этот рост примерно 20% в год, он сохраняется. И могу забегая вперед сказать, что в 2020 году он тоже продолжится. При том, нравится то, что количество действующих парков растет в основном за счет переходов из статуса создаваемых. Это тоже очень хорошая здоровая тенденция. И по-прежнему у нас практически нет случаев. Ну, точнее, есть случаи, но они реально будут исключением, когда исчезают парки из списка действующих. То есть, ну, когда вот появился он когда-то, а в каком-то году, и теперь уменьшилось количество. Ну, такие бывают случаи, но это реально единицы. Вот, конечно, вот эта вся статистика, вот этот весь анализ, начиная с 20-го, ну, и в принципе в 21-м году, когда мы будем по итогам 20-го года делать следующее исследование. Она уже будет совершенно в другом формате делаться. Мы больше не будем собирать раз в год какие-то анкеты экселевские. Все, вчера мы вместе с вами, ну, те, кто вот точно присутствуют, запустили новый отраслевой портал. У вас у всех уже созданы паспорта ваших индустриарных парков. Поэтому теперь просто обновляем данные. И когда мы хотим сделать следующий обзор, мы уже выгружаем оттуда данные, анализируем все, что есть в системе. То есть этап вот этого сбора на просниках, он уже больше не нужен. Соответственно, обзор можно будет сделать в любой момент. Вот мы в следующем году с вами встретимся, допустим, ну, я имею в виду, это не в следующий раз будет, но, допустим, мы осенью 21-го года собираемся и вот хотим сделать обзор по состоянию на сегодняшний день. Это будет возможно сделать с помощью нашего, соответственно, нового портала, просто выгрузив оттуда соответствующие данные. Да, конечно. Поэтому я вот еще раз всех призываю вспомнить про эту функцию, которая технически нам пришла сильно попотеть над ней. Она реализована технически и со стороны геоинформационной системы ГИСИП и со стороны нашего разработчика. Соответственно, вам теперь просто достаточно поставить одну галочку. Экспортировать данные в ГИСИП. Все, что вы заполняете на сайте АИП России, может быть легко туда импортировано. Ну и, соответственно, в геоинформационной системе вы тоже заметили, есть такое хоро Айдея. Это как раз тоже для того, чтобы синхронизировать две системы. Соответственно, ГИСИП будет тоже обладать всей самой полной информацией на сегодняшний день. То есть то, что загружено на портал. Это такой будет удобный цифровой инструмент работы нам все вместе. Собственно, вместе с количеством парков продолжил, да, очень хорошая динамика у нас есть и по резидентам, и по инвестициям. И вот это вот, собственно, с подходим к главному вопросу. Какой будет 20-й год, если новые резиденты и перспектива, да, в условиях пандемии? Я, как обычно, буду очень чрезмерно даже оптимистичным, но мне это сейчас будет делать легко, потому что цифры меня в этом очень сильно прибадривают. 19-й год, вы сейчас видите на экране, был очень плохим, мы все это знаем. Он, кстати, по объему инвестиций просел. Мы из этой традиционной картинки даже побоялись даже делать инфографику с объемом инвестиций и избежали ее в этом году. Ну, потому что мне трудно посчитать. Вот в середине этого графика есть цифра в рублях, 1 триллион 250 миллиардов. Это наша накопленная цифра. Это все то, что вы вместе привлекли накопленным итогом. Я, наверное, вы, как управляющая компания индустриальных парковых и особо экономических зон. Ну, и вот, собственно, можно легко вычесть из 19-го года, 18-го, и мы видим, да, что эта цифра сильно просела. Поэтому, ну, это уже все в прошлом. 20-й год, на самом деле, будет лучше, чем 19-й. Мы это уже знаем, мы это уже видим. Я думаю, что многие из вас тоже могут это подтвердить, потому что я это знаю от вас. И, собственно, если говорить про тот самый вопрос, сколько еще надо создавать парки, сколько их поддерживать, то вот главная цифра на фоне двукратного роста площадей индустриальных парков. Новые площади, двукратный рост за 5 лет в натуральных квадратных метрах, в гектарах. То есть новые парки создаются, вторые очереди создаются, там, строятся, строятся, строятся новые парки. Мы здесь только действующие рассматриваем, да, вот. И, соответственно, впервые заполняемость за 60% переварила. То есть это означает то, что если все это время. Это просто вот давний-давний вопрос. И счетный палатах, там, в следующих всех контрольных органов, а зачем вообще вот новой парки создавать и поддерживать, если у вас там заполняемость 50%, у вас половина площадей вакантная. Ну, это вот риторика 15-16-го, 17-го, я очень часто слышал такой вопрос. В адрес мы пытаемся объяснить, вот такой слайд сделаем. Ну, посмотрите, у вас заполняемость на том же месте, ну, в процентах, но это 2000 новых предприятий, 100 тысяч рабочих мест. Вот, ну и так далее. Пытаемся, значит, как бы убежать, ну, потому что процент от соответствующего, растущего, в два раза растущей площади. Это вот прямая иллюстрация того, что по-прежнему предложение индустриальных парков востребовано рынком, потому что инвесторы, это уже не господдержка, это не щита решения, это решение бизнеса. И спрос на услуги индустриальных парков, рост спроса превышает рост предложения. Это вот просто факт, о котором говорят цифры, уже тут, ну, ничего не придумаешь, это факт. То есть, если бы мы 5 лет новые парки не создавали, то сейчас заполняемость, процент заполняемости был бы 100%. То есть, для счетной палаты это очень хорошая новость, наверное, была бы, но это была бы очень плохая новость для инвесторов, потому что это означало бы, что в большинстве регионов просто нет площадок, на которые можно выходить и начинать разворачивать производство. Можно было бы, им поприслось бы самим заниматься девелопментом. Теперь, собственно, про прошлое и настоящее поговорю, теперь немножко в будущее, собственно. Какие у нас перспективы и, конечно, у всех головы вопрос, пандемия, кризис, что делать. Вот мы такую карту нарисовали, карта вызов возможностей. И за последний месяц я уже много раз пересекался со всякими разными экспертами крупных конституционных компаний, там, не знаю, Бравый банк, и в том числе информация, которую мы получаем от индустриальных парков. Все это подтверждается, все, что на этом слайде, абсолютно точно. Конечно, кризис и его текущий кризис, он, конечно, стал очень большим вызовом, в том числе и для сообщества индустриальных парков, но вместе с челленджем это несет в себя огромное количество возможностей. Эту ситуацию, в которой мы находимся, можно, вот с точки зрения индустриальных парков и резидентов, можно характеризовать двумя ключевыми факторами. Первое, это изменение цепочек поставок, это глобальный тренд, это касается вообще всех стран мира, и в основном я говорю сейчас про глобальный цепочек поставок. И второе, это связанное с ним, это импортозамещение 2.0, которое теперь уже исходит не от государства, ну, то есть раньше, год, два назад, три назад мы говорили про импортозамещение, исключительно как про протекционистскую политику государства, нормально, так многие страны делают, это, соответственно, вот такая вот экономическая политика. Но сейчас это уже не только экономическая политика государства, это и исключительно бизнес на решение компаний, вообще многих крупных компаний. Из-за того, что поменялись цепочки поставок, и очень многие индустрии столкнулись летом с перебоями, конвейеры вставали из-за чего? Не из-за того, что спрос потребительский упал, он это скажется еще когда-то потом, а конвейеры вставали из-за того, что невозможно было комплектующие поставить вовремя. Это было тоже во всех частях мира, мы недавно были вот на прямом диалоге с Токио, и из первых уст услышали о том, что конвейер Toyota, конвейер Mitsubishi вставал именно по причине того, что они могли вовремя поставить комплектующие из Китая, например, в Японии. У нас в Российской Федерации масса примеров, когда предприятие сталкивается с недостатком комплектующих. Все это ведет к тому, что крупные производители форсируют своих поставщиков локализовать производство. В принципе, все компании почти во всех индустриях стремятся к такой локальной автономности, я бы сказал. То есть они не хотят больше зависеть от спочек поставок, они хотят иметь своих поставщиков локально, как минимум в той же стране, где их основной бизнес, но и как максимум в том же регионе. Это огромная возможность для индустриных парков, мы считаем, что это будет драйвить дополнительный приток инвестиций в ближайшие годы. Второй драйвер – это, собственно, те индустрии, которые на самом деле хорошо себя чувствуют и продолжают расти в условиях пандемии, и это уже подтверждено, наверное, всем, кем только можно. Продолжает расти сервозпереработка, мы это знаем, поэтому очень своевременно, кстати, здесь с агропарками, сейчас агропарки будут себя хорошо чувствовать в следующем году точно. Вот, это также 20-й год сильно стимулировал производителей пещевки, ну вообще весь этот клуб очень хорошо растет. Ну и разные такие вот новые, очень психологичные индустрии, в которых есть потенциальный рост, батареи для электробусов, там еще что-то. Очевидно, такие индустрии были всегда никак не подвержены вот этим небольшим корректировкам. Да, и за кризис, и за западение потребительского спроса ожидаемого, потому что там рост такой, что он перекрывает вот эти все колебания, он по-любому будет. Это новые сегменты, которые тоже приходят в индустриальные парки. Поэтому мы считаем, что сейчас очень важный момент всем, кто создает индустриальные парки, управляет, нам надо просто сейчас серьезно корректировать свою маркетинговую стратегию, не знаю, резидентную политику, просто с учетом этих факторов. И здесь есть хорошие шансы на успех. Для того, чтобы еще добавить оптимизма, я вот когда говорил о том, что 20-й год будет точно не хуже, чем 19-й, и сначала даже какие-то сомнения у нас внутри команды тоже были, мне коллеги говорят, ты зачем такие вещи заявляешь? Вот я говорю, ну давайте посчитаем. Вот мы взяли там, я попросил просто пять самых крупных сделок, то есть их десятки. Надо понимать, что сделок были десятки за 20-й год. Вот я попросил пять самых крупных, и это состоявшиеся, это вот вы сейчас на экране видите первая пятерка, это вот все недавно, вот закладка камня была в Новосибирске, где-то там проектирование закончено, все это вот недавние новости, вы все их видите в мониторинге, это как бы уже публичная информация. Только пять проектов резидентов индустриальных парков по своему злокупному объему инвестиций, это уже больше, чем весь 19-й год. Поэтому я вам собираюсь, что 20-й год не такой уж и плохой парк, делал инвестиции подключенную. И вторая, второй блок, вот снизу на этом слайде, тоже пример локализации, это как раз пример вот этих новых индустрий, когда вот есть какие-то такие ниши, это нишевые, да, вот нишевый подход, которые имеют экспоненциальный рост, и это тоже хороший шанс. Они, может быть, не такие большие по объему инвестиций, но это индустрии, которые растут, несмотря на кризис, прямо гарантированно. Поэтому, и теперь, как бы, довод о том, что 20-й год не такой плохой, это как бы вот просто факт, который цифрами подтвержден. У меня есть еще такое ощущение, что 21-й год будет очень хорошим, именно для индустриальных парков, и с точки зрения прихода резидентов. Пока я не могу это подтвердить цифрами, это пока вот просто, ну, какое-то экспертное, ну, не знаю, вот 10 лет в этой индустрии, вот есть уже какое-то ощущение, и я пока на него полагаюсь. Касательно источников роста для индустриальных парков. Мы проанализировали всю информацию, которая есть у вас, президентам. Мы проанализировали все запросы, которые поступают к нам на размещение производства, ну, которые через ассоциацию идут. Сделали однозначный вывод, что, конечно, самый главный источник роста для индустриальных парков, роста имя бизнеса. То есть, приход новых резидентов, это переход из непрофессиональных парков, площадок. Поэтому, если я там еще 5-6 лет назад, мы очень, мы, не знаю, с АСС очень часто получают вопрос от потенциальных инвесторов. Слушайте, а вот в таком-то регионе есть какие-то хорошие площадки, вот, у кого-нибудь купить, может, или где-то вот производство разместить? То сейчас этот вопрос уже так не стоит. Сейчас стоит вопрос так. Слушайте, а в каком регионе есть хорошие индустриальные парки? Ну, например, кто-то знает географию, там, центр, или там, юг России, или там, не знаю. И вот так вопрос перестает. Где есть хорошие индустриальные парки? Но все инвесторы все меньше и меньше хотят идти, просто купить дешевую землю и начать все само накопать. Поэтому, ну, здесь очевидные преимущества уже тех, кто заявился, как, сформировался, как индустриальный парк. И здесь же на самом деле огромный потенциал роста для нас. И я считаю, что с точки зрения сообщества индустриальных парков здесь есть перспектива в принципе удвоения потока запросов от инвесторов. Это очевидно, видно опять на цифрах. Мы просто взяли, вы знаете все про наш сервис, мы анонсировали всему, всем промышленным компаниям всего мира. Мы бесплатно вам будем помогать площадку найти, и постепенно к нам стекаются запросы от потенциальных инвесторов, которые, собственно, мы сразу направляем управляющей компанией, и вы уже делаете им предложение. Это такой, как бы, агрегатор, да, агрегатор маркет-польза. Вот через этот агрегатор сейчас, вот мы взяли там на сегодняшний день 83 запроса отработали. И просто детально...